Институт вычислительной математики и информационных технологий – один из ведущих российских образовательных и исследовательских центров в области вычислительной и прикладной математики, а также фундаментальной информатики и информационных технологий. Он был создан в 2011 году на базе факультета вычислительной математики и кибернетики. В нашем институте, пожалуй, представлено наибольшее количество направлений в IT-отрасли, в принципе, в университете, то есть и в МИД, бывший факультет ВМК, это крупнейший IT-институт в Поволжье, поэтому мы перекрываем практически все направления, которые есть. То есть у нас семь направлений бакалавриата, то есть это все, что есть, скажем так, во ВГОСах. То есть какие направления у нас есть? Это бизнес-информатика, фундаментальная информатика, информационные технологии, прикладная математика, информатика, прикладная математика, информационные системы технологий и информационная безопасность. Звучит это все вот так вот сложно для абитуриентов, то есть все эти названия, потому что это официальные названия. По факту на каждом направлении есть своя особенность. В нашем институте главное сосредоточение в образовании идет все-таки на вычислительной математике. По всем направлениям бакалавриата ведется дневное обучение. Все образовательные программы, а их к слову 7, отвечают требованиям международных стандартов обучения в области информатики и информационных технологий. Директор института рассказал о некоторых из них. Направление прикладная математика – это, пожалуй, наше самое сложное направление. Там достаточно строгий заведующий, который требует хорошего знания математики. Но там студентов обучают как раз-таки сложной математике. Это все, что связано с нейросетевыми архитектурами, с машинозрением, с обработкой данных, с высоконагруженными системами, высокопроизводительными системами. То есть это вот такое сложное направление. Туда, надо сказать, конкурс поменьше, чем везде, но только потому, что мы на всех днях открытых дверей сразу предупреждаем. Учиться на этом направлении – самое сложное. Такой противоположностью направления прикладной математики является направление прикладная информатика. Вот там все, что связано с прикладной информатикой – это кроссплатформенная разработка, мобильная разработка, веб-разработка. То есть студент по выходу, выпускник, он способен вести разработку на любых платформах, в принципе. Также на прикладной информатике, вот уже с этого года, этот год уже прошел, мы работаем с компаниями игровой индустрии, и там у нас, соответственно, есть геймдев. То есть это разработчик игр, также на прикладной информатике. Чем-то средним между этим всем является как раз прикладная математика-информатика. Там сбалансирована и математика, и информатика. Здесь мы работаем с компанией Сберхаб, то есть подразделения Сбербанка. Находятся они в Казани, то есть преподают также у нас. То есть преподают их ведущие программисты, их технический директор у нас преподает. То есть студентам обучают бэкфронт разработки, но с точки зрения, как правильно создавать проект. Еще одно актуальное направление, вот, пожалуй, последние два года приобрело вот прям очень большую актуальность, это информационная безопасность. Здесь особых комментариев не требуется, нужно лишь сказать, что в чем отличие нашего института информационной безопасности, у нас занимаются информационной безопасностью программного обеспечения. Аппаратной частью мы не занимаемся, то есть аппаратной частью у нас, например, занимается институт физики. То есть у них все, что связано с низким уровнем. Но программы мы ведем совместно, то есть их преподаватели преподают у нас, наши преподаватели преподают у них. Направление информационной системы и технологии – очень интересное направление, я хочу сказать, потому что там обучают, ну, тоже как вот веб-разработки, то есть, на самом деле, веб-разработка, мобилки, они есть везде. Просто где-то это больше, где-то этого меньше. Здесь главное, что учат студентов и будущих, соответственно, программистов, как правильно создавать системы. Направление фундаментальной информатики и информационной технологии. Здесь больше идет упор в такую вот фундаментальную информатику, фундаментальные исследования. Там у нас очень много специалистов по квантовым вычислениям, вероятностным вычислениям. То есть, здесь мы готовим специалистов, ну, можно так сказать, по различным видам математических вычислений. Но, опять же, то есть, везде готовим программистов, которые могут быть широкого спектра специалистами. Бюджетных мест в институте порядка 250. Это число соразмерно и на контрактной форме обучения. По направлениям количество бюджетно-контрактных мест отличается. То есть, например, на направлении бизнес-информатика у нас только 10 бюджетных мест и порядка 70 контрактных. На всех остальных направлениях количество бюджета примерно равно количеству контракта. Вот. То есть, примерно объем студентов, которые проходят, то есть, это там 250 бюджет, 250 контракт примерно пройдут. То есть, каждый год так проходит. Но нужно заметить, что конкурс в наш институт самый большой. То есть, у нас на текущий момент еще приемка не закончена. У нас уже больше 12 тысяч заявлений. То есть, каждый год количество заявлений, оно растет. То есть, сейчас это уже 50 человек на место. Магистратура основывается на тех же кафедрах, что и бакалавриат. Однако, у нее есть особенность – 13 профилей. Все профили узнать – это лучше к нам переходить на сайт, прямо вот про каждый профиль почитать. Кроме того, у нас всегда заведующие доступны. И я, соответственно, доступен, чтобы рассказать. То есть, абитуриенты постоянно подходят. То есть, все те направления, которые я на бакалавриате перечислил, то есть, направления ровно те же самые. Но на каждом направлении есть профили. То есть, например, на прикладной информатике у нас идет безопасность экономических систем. То есть, это не информационная безопасность уже идет, это идет конкретно работа с экономическими системами, с их безопасностью. Вот как раз-таки в магистратуре раскрывается, соответственно, уже фундаментальная информатика информационной технологии. Там уже есть несколько направлений, и одно из направлений их связано чисто с квантовыми вычислениями. Надо отметить, что все программы обучения соответствуют международным стандартам, разработанным на основе научных исследований и при участии ведущих специалистов из IT-индустрии и бизнеса. 35 докторов наук и более 80 кандидатов наук. Два докторских совета по защитам диссертации делают все, чтобы выпускники института занимали лидирующие позиции в рейтингах. Мы выпускаем высококвалифицированных программистов, которые сейчас на рынке именно востребованы. То есть мы много ведем диалогов с компаниями и в этом году к нам зашли такие компании, как Сберхаб, Яндекс, СВК сейчас тоже прорабатываем на этот же год, чтобы у нас тоже на направлениях было преподавание от них. И всем требуются не джуны, которые по факту по выпуску бывают в институтах, где чисто такие вот прикладное программирование, а им нужны люди, владеющие математикой. Нужны люди, которые умеют создавать новое. То есть вот примеры приведу, на каких направлениях у нас что есть. То есть, например, направление бизнес-информатика, самое такое отличающееся, наверное, там мы готовим программистов экономических систем и системных аналитиков. То есть это те люди, которые работают с экономическими системами, но не операторы, а программисты, то есть те, кто их создают. Здесь мы долго уже сотрудничаем с компанией 1С, с их различными структурными подразделениями. То есть у нас три компании 1С преподают, плюс, соответственно, наши преподаватели. Ну и это сейчас очень высоковостребованная область. Параллельно с высшей математикой и программированием можно заниматься журналистикой или, например, вокалом. Немало можно встретить и волонтеров. Ребята активно принимают участие в общественной деятельности. Приходи. Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета ждет именно тебя. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Тимур Ахметов. Универновости.